раз раз привет я не знала о чем сделать видео поэтому давайте я вас просто какими-то историями поразвлекаю пока рисую ну и надо же иногда что-то на youtube загружать я знаю что не надо но вы уж потерпите меня тут немного бомбит так как я решаю кое-какие бытовые проблемы и кое-какие ебать тварь усложняют мне эти проблемы но это и не удивительно на то они и тварь но сегодня не о них а так как меня все равно бомбит то почему бы не рассказать истории о подобном начнем с моей учебы далековато зашла ну да ладно я тогда училась на декоратора и у нас пару раз в неделю была практика а у нас пару раз мало половин мало мы целый день сидели в мастерской и что-то там лепили и я уже даже не помню что мы там делали но чет лепили руками так вот нам как-то сказали что на следующий раз нам понадобится цветной песок так как мы будем с ним работать но может быть вы видели как песок насыпают банку или бутылку создавая своего рода картины ну вот у нас было то же самое так как это был четверг да это был четверг а следующая практика у нас должна была быть во вторник то я все выходные бегала по рынку и искала этот ебать песок проблема в том что никто вообще не знал что это такое они смотрели на меня как на чувака который несет какие-то новые познания ну или как на день освещение было плохое я не разобрала короче я объездила весь рынок оббежала все магазины но нигде не нашла даже намека на цветной песок и придя в понедельник в колледж обнаружила что не я одна не смогла его найти другие тоже мы пошли к преподу и сказали ей об этом а потом с удивлением узнали что оказывается цветной песок сняли с продажи еще пять лет назад ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс что она не знала об этом. Мы были ее не первой группой. А так как у всех курсов задания плюс-минус одинаковые, то кто-то из прошлого курса мог сказать это. Короче, она нам предложила взять песок и самим его покрасить. Чем? Краской, которой красят яйца на Пасху. Так, для этого видео я буду делать субтитры для братьев наших забугорных. Поэтому даже не знаю, мне делать пометку о том, что такое Пасха. А, стоп-стоп-стоп-стоп, погодите. У них есть какая-то Пасха. В Гарри Поттере были пасхальные каникулы. Да-да-да-да, я вспомнила. Но у них там вроде пасхальный кролик. И они ищут его яйца. Не знаю, чуваки. У нас другая Пасха. Потому что как минимум наши кролики не откладывают яйца. И мы не ищем их потом по кустам. Но если вы под кустом нашли яйца, и они маленькие и коричневые, то не подбирайте их. И поверьте, это даже не Несквик. Так о чем я? А, хотите узнать, как песок покрасился от пищевого красителя? Ну, желтый не взялся. И сам песок был бледным. И ничего. Я просто потратила время. Поэтому в интернете увидела, что песок можно заменить барабанной дробь манкой, манной кашей. И теперь попрошу убрать художников от экранов. Или заранее вызовите им скорую. Эту манку я красила сухой пастелью. То есть, просто насыпаешь немного манки на лист бумаги, сворачиваешь купюру трубочкой и... Берешь мелок пастели, кладешь его плашмя и... Занимаешься тем, за что обычно в дурку сажают. Ну, то есть, занимаешься тем, что красишь манную кашу. Лучше бы я ее нюхала. Мне кажется, тот, кто придумал этот способ, точно нюхал. Кстати, у нас в группе одна девочка сначала сварила манку, а после ее покрасила пастелью. И еще жаловалась, что манка долго не застывает и не затвердевает. И я просто... Ну... Имелась в виду сухая манка. И она так посмотрела на меня, как будто я ей тайну мироздания открыла. Кстати, с этой девочкой было много странных моментов. Например, когда она рисовала маслом и пожаловалась мне, что, смешивая синий и желтый цвета, у нее получался какой-то зеленый. На что я ответила. Ну да, при смешивании синего и желтого получается зеленый. Ты что, не знала? Ты на декоратор уже, ебра, два года учишься, алло. Кстати, когда я только поступала в колледж, то у нас были курсы. Я не знаю, как их называют, но, может быть, вы знаете такие курсы, на которых собираются будущие студенты и рисуют постановку. Просто чтобы оценить уровень друг друга. Так вот, эта девочка отвечала на все вопросы преподавателя. Она училась в художке, и теория у нее просто отскакивала от зубов. В тот момент я думала, ну вот, вот твой главный конкурент. Эта девочка знает все. Но оказалось, что она знала только теорию. И все. Она рисовала, как... Как... Никак она не рисовала. То есть, придя на курсы, я думала, что буду хуже всех. Так как многие, с кем я знакомилась там, уже много лет учились в художках и сдавали там экзамены по рисунку и живописи. Я в душе не ебану нахуй в художке экзамены и тем более оценки. Но эти люди отлично знали рисунок и живопись. А я начала ими заниматься только за год до поступления. Ну, как начала? Я просто нашла девочку, которая согласилась меня учить. Она сама была студенткой и подрабатывала, снимая маленькую комнатку и обучая детей рисованию. Ну, и я там затесалась в уголочке. Я не знала теории. Я знала только практику. А еще имела огромное желание поступить. Три раза в неделю я приходила в ту маленькую мастерскую и рисовала. Она показывала, как держать карандаш, как штриховать, как строить. И чем ближе были экзамены, тем дольше я задерживалась в мастерской. Я узнала, сколько нам дадут времени на сдачу экзамена. И стояла за мольбертом сначала 6 часов, затем 5, затем 4, затем 3. Я тренировалась рисовать быстро и старалась уложиться в отведенное время экзамена. Ну, что сказать? Я не поступила. Я не поступила на дизайнера. Как хотела изначально. А идти по контракту у меня все равно бы не вышло. Родители просто бы не потянули эту сумму. Поэтому у нас был уговор. Или я попадаю на бюджет, или иду на... Или иду на другую специальность. Поэтому я пошла на декоратора. Там я точно была на бюджете. Я молодец. Кстати, о контракте. Тут недавно был спор с одним чуваком. И мы заговорили за учебу. И тема коснулась контракта и бюджета. И он начал втирать мне про... Армию. И я так просто... Чё? Мы за колледж говорим. Какая на... Армия? Алло. Как он позже объяснил, пойти по контракту это у них... Я так и не поняла, что... Но что-то связанное с армией. Забавно. Потому что там, где я живу, фраза «пойти по контракту» означает оплачивать своё обучение в колледже или институте. С армией у нас это никак не связано. Так что не повышай в голосовых сообщениях на меня голос. Понял? А то нервы слишком. Знаете, когда расслабляешься, разговор как-то лучше идёт. Не знаю, отчего это. Может быть, из-за зелёного чая, который я сейчас пью. Или из-за сотрудника из Reflame, который мне позвонил и втирал мне дичь про Турцию, огромный миллион и перспективу. Если вам интересно, могу рассказать. Пишите в комментах. Наверное, выйдет коротенькое видео. Но знаете, то, что я рассказала в прошлом видео и то, что я открылась, я, наверное, только сейчас начинаю понимать, что мне это было действительно нужно. На многие проблемы я посмотрела под другим углом. Я, конечно, немногое рассказала, но даже этого хватило, чтобы немного выползти из своей норы. На этой ноте будем заканчивать. Также хочу сделать объявление. У меня появился Бусти! Ю-ху! 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 Е-е-е-е-е! Пока контента мало. Я пока разбираюсь с сайтом. Но вы можете меня поддержать. Там ролики будут выходить раньше. Также буду загружать туда анимации. У меня есть идеи. Но для этих идей мне важна отдача. А то загниют мои идеи. Прямо сейчас готовлю анимацию. Или меме. Как их вообще называть? Ну вот видите, вот что значит тебе 26 годиков. И ты вынужден гуглить, что там опять эта молодежь напридумывала. Так вот. Первая анимация будет с вот этой булкой. Подождите, стоп-стоп. Первая анимация была с вот этой булкой. Так что вторая. Вторая анимация будет с этой булкой. Потому что я хочу поделать что-то для души. Но для души мне важна отдача. Иначе мои идеи так и останутся в душе. Я не знаю, как на бусте обстоят дела у иностранцев. Поэтому все посты я перевожу на английский. Это просто знак уважения. Или сайт автоматически все переводит. Я еще разбираюсь в нем. А спросить кроме гугла мне не у кого. Так что буду рада любой помощи. Подписывайтесь, почистите карму. О, кстати, о карме. Уже знаю тему для следующего ролика. Все ведь любят смотреть видео о карме. Вот только не говори, что не любишь. Притворяешься, притворяешься. Ну или рассказать о Бори Флейм. Хотя там только развиваются события. И меня только хотят заманить своими перспективами. Бедные люди. За что им Бог меня послал? Пока.